И все, привет, ребят, с вами Строманька, сегодня записываю новый ролик, сегодня видеоролик посвящен игровой акибатике, и сегодня у нас на обзорчике новый обновленный Аресик. Сегодня мы протестируем его, протестируем его новый шарельник, и посмотрим, насколько изменился этот замечательный корпус. А самое главное, изменился в какую он сторону, в худшую или в лучшую. Если вкратце, то теперь шар, который запускает Арес, а именно его овердрайв, летит медленнее на 20%, и при этом затик наносит на вроде как 80 или 90 урона меньше. Соответственно, нужно более грамотно пользоваться шариком, посмотрим, насколько много урона будет наносить он, насколько вообще будет эффективен Арес. Потому что еще вчера это был супер жесткий корпус, ну и вообще, в принципе, я считал, что Арес до вчерашнего дня был максимально эффективным. Посмотрим, что у нас будет сегодня с ним, ну а вы не забывайте, конечно же, поддерживать данный видос лайком, подписываться на канал. И, конечно же, не забывайте про розыгрыш. Прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов. Для этого вам нужно установить мой личный тег создателя контента в настройках игры, в аккаунтике, устанавливайте мой личный тег, тег ТМП, оформляйте покупочку, заполняйте формочку в описании и выполняйте все максимально быстрые, легенькие условия и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. Поэтому, если вам это интересно, в описании вся информация имеется, переходите и участвуйте. Ну а мы отправляемся в бой. Я даже, если честно, не знаю, что мне сделать и взять здесь по режимчику, на чем мне и где сыграть. Ну давайте, наверное, дефолтный быстрый бой пикнем. Если сейчас будет не самая удачная карта для Ареса, то я ее перепикну, как вы и говорили, и просили, чтобы я перепикивал неудачные карты и режимы для моего сочетания, чтобы показывать максимальную реализацию своей комбины. Ну а меня закидывают на хорошую карту, на хорошую, очень хорошую карту для моего вооружения. При этом у нас, я так понимаю, что нет резистов от меня, у противника. Это значит, что мы будем сейчас пытаться давать контентику Бобруйск в ЦПшечке. Еще и плюс падает овердрайв на центре, что может быть лучше. Стараемся накидывать как можно больше урона. Вакуумка на Аресе сочетается очень жестко, поэтому наша задача просто кидать урон, как можно больше урона, ну и дальше уже реализовывать свой шар, смотреть, как с него будет лететь урон, и насколько это все дело будет эффективно или наоборот неэффективно работать. Ну и понятное дело, что стараемся еще и выиграть каточку. Победы для нас очень многое означат на постоянной основе. Так, единственное, только немножко непривычно смотреть, что у противника там по пушкам. Магнум, Скорпион, Молот, Рик, Рельса, Рельса. Две Рельсы у них. Можно поменять в принципе резиста. Какой у меня вообще рез одет? Какой у меня одет резист, чтоб я знал. Это, если честно, особо даже не знаю, какой у меня рез одет. Так, падает овердрайв. Пробуем забрать оверком. Надеюсь, что у меня ее... Ах, они заберут, но у меня ее, к сожалению, быстро забирают. Так, что у меня порезут? У меня Смока, Скорп и Гром. Смока, Скорп, Гром. От Смоки можно резистик, по идее, здесь поменять. Скорпион вроде как есть. Можно здесь взять резист от Рельсы. Ну ладно, пока что менять не будем. А если вдруг необходимость в этом будет, то мы вместе с вами переоденемся. У меня 90% овердрайва. Прямо сейчас я уже буду готовиться выдавать его на линию. И будем стараться проверять на то, как работает Шарелла. Сам корпус, конечно, максимально комфортный, удобный и тяжелый корпус. С максимально большим количеством здоровья. И с возможностью как раз таки стрейфа. Поэтому здесь, наверное, про рез говорить нечего. Единственное, надо просто смотреть на работу Шарика. Ну и, в принципе, давайте, наверное, уже первую Шареллу запускаем. Летит медленно, но тиков очень много. Очень много тиков. Очень много тиков. Даже с тем, что урона меньше на 60. Я сказал на 80, на 60. Было по 300. Стало 240. И при этом Шар сам летит медленнее. За счет этого сцепка у него лучше. То есть, больше тиков прилетает. И, ну, если честно, особо сильно разницы я не чувствую. Особо сильно разницы как таковой нету. То есть, я бы сказал, что, в принципе, все так же само работает. Только с другой скоростью Шара. Да, но эта скорость все равно оптимальная, хорошая, рабочая. То есть, я бы сказал, что с такой скоростью можно работать. И можно комфортно реализовывать Ореса. Те ребята, кто думал, что Ореса занерфили. То получается, это все неправда. Это все неправда. Его не занерфили. Он все так же хорош. Все так же эффективен. Все так же вкусно. Дает Шареллы. И работает. Я этому рад. Но это пока только первый Шар. Сейчас попробуем побольше Шаров подавать. Ну и дальше уже сделаем общий вид, общую картину. Но по такому Шарику я могу сказать, что все в порядке. Все в порядке. Все красиво. У нас, кстати, ЦП тоже обновили. Теперь режим контроля точек работает немножечко по-другому. Так, ну Шарелла. Да, очень хорошо. Даже, мне кажется, еще лучше по урону работает. Еще лучше. То есть, Цепочка настолько максимально жестко влеталову делает, что если раньше Арес, например, выживал под Шаром с фулл ХП, то теперь, может быть, он даже и не будет выживать. Надо будет, кстати, проверить этот моментик. Если он не будет выживать, то это будет, получается, не нерф Ареса, а ап Ареса. Да, потому что до этого у нас не хватало тиков, чтобы его уничтожить. Если кидать Шар чисто напрямую в противника. Посмотрим, есть ли у противника тяжелый танк. И попробуем поймать именно тяжелый танк в целое ХП. Шареллу ему запустим. Если мы его уничтожим, то получается у нас все будет очень и очень круто. Да, 3, 4, 3 заход. Еще офигеть. Очень хорошо. Очень хорошо. Я не чувствую нерфа. Я не чувствую нерфа, если честно. Очень хорошо Шар работает. И при том, что скорость этого Шара мне даже нравится больше. Потому что с предыдущим Шаром, закидывая его именно на опережение, он, бывало, пролетал быстрее, чем нужно. Да, и из-за этого Сцепочка была не такая эффективная и не такая жесткая. Быть может, с этим Шаром как раз-таки проблем таких не будет. И он будет эффективно работать. У меня 500 очков уже за, получается, 5 минут боя. Есть возможность здесь дать вообще какую-нибудь полторушку. Поэтому будем стараться накидывать как можно больше урона по оппоненту. И стараться еще и подбирать центральные овердрайвы. 50% оверки у меня уже есть. Скоро должен падать овердрайв на центре. Пробуем его тоже забрать, законтролировать. Противник... Ой, магнум, да, жестко залетает. Два уже магнума появляется. Противника давайте возьмем резист от магнума. У меня так больно не прилетало. Так, где мой резист от магнума? Магнум, 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 магнум. И тогда будем уже стараться не отдавать точки. У нас теперь в ЦП не 50 точек, а 100 точек. Для того, чтобы сделать досрочку в ЦП, теперь надо, я не знаю, насколько жестко потеть. Но по точкам у нас отрыв у противника есть небольшой. Захват теперь требует большего времени. Да, и слеталого на половине тоже работает намного быстрее. Да, то есть теперь слетает сама точка. Быстрее, захватывается дольше. Изменения, ну, если честно, не знаю, особо сильно я не вижу в них. Прям такой жесткой важности. Да, ну, если у нас сделали такие изменения, возможно, в этом есть какой-то смысл. Я в ЦП в последнее время особо много не играл. Поэтому для меня, наверное, это не такой важный фактор. Но по большей части, наверное, он сделан для того, чтобы у нас в конце не было таких лютых камбэков. Потому что у нас, в принципе, игра вся заключается именно в концовке в ЦП в последнее время. Да, то есть именно от концовки все зависит. Так, шар кидаем. Нет у них тяжелых, кстати, танков у противника. Это, конечно, немножко... О-о-о, викинг выжил. Викинг выжил. А с предыдущим шаром, мне кажется, викинг не выживал под оверкой. Через целый танк. Кто-то мне подсказал... Ну, он, конечно, на 0 хп остался. Но все равно он выжил. Он выжил под оверкой. О-о-о, ариеса раньше не сливала. Сливала и раньше викинга. Наверное, значит, плюс-минус с уроном все осталось то же самое. Да, то есть по урону особо сильно не поменялось ничего. Единственное, вот видите, что только поменялось, это то, что... Шар стал медленнее лететь. Да, то есть а так... Под балансе летики. Из-за того, что их стало больше из-за более медленного полета на шара. С уроном, чтобы все осталось так же. Только шар летел помедленнее. Ну, это, наверное, работает с точки зрения того, что у противника будет больше возможностей уворачиваться от шара. Да, то есть если у вас хорошая реакция, вы видите, что шар начинает лететь. У вас больше возможностей как раз-таки от него увернуться. И постараться не попасть под дополнительный урончик. Ну, а так в целом, наверное, для тех ребят, кто играл на старом аресе, со старым шариком, как я, то, наверное, даже это может быть и плюсом. Потому что мне, как я уже сказал, новый шар, ну, в моменте был не таким крутым. Казалось, что он, ну, лучше бы летел бы помедленнее, например, да, то он там летит очень быстро. А ты так думаешь, блин, ну, зачем он так быстро полетел? Лучше бы он там чуть-чуть помедленнее, там, зацепочку-сцепочку бы сделал бы, там, накидочка бы дополнительная залетела. А у тебя там бах, и все, и залетел шар быстро, очень моментально. И ты уже, ну, не так прям рад этому событию. Да, викинг выживает. Но на 0 хп, конечно, остается. То есть, получается, шар наносит через целый танк где-то около, сколько там, 3000 хп. И аптечка сверху. То есть, это 3 с копейками. Ну, грубо, 3000 хп, короче, наносит. 3000 хп наносит шар урона через целый танк. Да, то есть, раньше он, получается, наносил где-то, наверное, около 4. То есть, чуточку нерф есть. Есть нерф. Есть нерф. Все-таки нерф есть. Но он, как говорится, не существенный. Да, поэтому я думаю, что все равно оресик будет очень вкусно и сладко работать. Ну, и вообще, я, если честно, не хотел бы, чтобы этот корпус нерфили. В сильном таком ключе. Потому что для меня это, ну, во-первых, как бы основной корпус, на котором я играю в турнирах. Во-вторых, я в матчмейкинге играю на постоянной основе, чисто на этом оресе. У меня и на бездонате он выкачан. Да, поэтому я все-таки не хотел бы, чтобы этот корпус в нашей игре подвергался жесткому нерфу. Да, такой нерф, он приемлем. Да, я, в принципе, с ним даже, наверное, в какой-то степени согласен. Пусть он будет таким, да. Но, чтобы это не перерастало в то, что орес полностью убивали. Да, то есть, если полностью убьют орес, это будет максимально неприятно. Да. Такой орес, в принципе, выглядит хорошо. 57 киллов у меня. 1100 очков. Стараемся выйти на полторы, как я уже сказал ранее. Ну и стараемся выиграть бой. Да, наша задача попробовать выиграть эту каточку. 96% овердрайва у меня уже есть. Пробуем захватывать. Чуточку дольше. Захват точки у нас идет. В целом, я уже сказал, не критично. Так, прожимаем шар. Пробуем. Линии шарика чуть-чуть раздамажить оппонента. Три-четыре танка улетает. Пробуем забирать. Хорошо. Контролим. Три точки в контроле. Пробуем выиграть бою. С такой раскладочкой победочка уже, как говорится, недалека. Но единственное только то, что здесь у нас получается 100 точек. Это значит, что досрочки не будет. 66 киллов уже. Ничего себе. 66 киллов. Это что, до сутки можно долететь попробовать? До суточки. Представляете, если бы я сейчас бы тут на аресе, на обновленном, когда говорю, что его занерфили, дал бы 100 киллов за бой бы. Жестко было бы? Я думаю, что да. Я думаю, что это бы выглядело бы очень сильно. Да, но овердрайвов здесь наконтролил тоже уже. Довольно хорошее количество. Все время хантер мне тут сжимает. 68 киллов. Давайте попробуем дать как можно больше. Потому что выглядит это очень интересно. Очень интересно выглядит так. 2300. Добавочка. Хорошо. 1700. Вот стенки дать. Получилось. Добавляем от стены. Можно просто постоять чуть-чуть, поконтролить зонку. Да. Покидать от нее урон. Пиночек. Работку поделать под овердрайв центральный. У меня оверка особо сильно не важна. А вот сейчас важна. Но ласпик ее забирает. К сожалению. Так. Пробуем контролить точку. Шар пока что. Наверное, особо смысла не вижу. Попробуем просто покидать урон. 1475 киллов. 3-4 противника в центре. Сейчас можно было бы шар бы вкусный дать бы по ним. Попробуем сейчас это дело реализовать. Пробуем. Ну, на двоих. Ладно, кидать не буду. Двоих мы и так можем. По-быстрому здесь забрать. Так, Тесла. Шариком своим пытается здесь какую-то накидку сделать. Так. Ну, а мы стоим. Стоим. Контролим. 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 Шар. Бах. Туда его. Чуть-чуть хпшечки себе. Добавочки по противнику. Чуть-чуть шире сделал заходик. Отходик-приходик. Так. И забирал его по точке. Есть. Хорошо. Так. Овердрайв Хантера. Сразу 79 киллов. Еще одну оверку я успею накопить или не успею. Но, как минимум, овердрайв упадет на центре. Нужно будет попробовать забрать его. Противник пытается отхватить нашу точку. Пробуем не дать ему эту возможность реализовать. Так. Ага. Еще. Ясно. Понял. Уходит наша точечка. Так. Ну, мы, кстати, ведем. Ведем в плюс 12. И точки не так быстро переходят со стороны в сторону. Овердрайв падает на центре. Это, кстати, очень хорошо, что не переходят быстро точки, как это было раньше. То есть, ты там контролировал всю катку эти точки, и они просто улетают. То есть, это что-то похожее, кстати, на старое ЦП. То есть, кто дольше контролит, тот и, как говорится, выигрывает. Я ждал этого давно ЦП, если честно. Так, меня сольет. Да, это, походу, реально старое ЦП. Это, ну, плюс-минус старое ЦП, да? То есть, если ты контролировал точки долгий период времени и был в плюсах, то у тебя они не так сильно улетают. Блин, сколько овердрайвов от хантеров. То есть, мы уже на протяжении, смотрите, какого периода не контролируем. Не контролировали три точки, и при этом... Вернее, две точки. И при этом мы все равно выиграли катку. 9000 на ЦП! Нифига, ну, я, конечно, и очков набрал. Чего я так удивляюсь? Ну, это хорошо. Это очень хорошо. 1629 очков, 85 килов на новом обновленном Оресе. Да, шар занерфлен, но корпус, но пушка все равно, все равно находится в супер вкусной метке. И резок, кстати, от грамма был один только. И то его взяли потом, да? То есть, изначально в катке было 0 резистов от меня. Шикарно, шикарно. Что я могу сказать? Шикарно! Я обожаю этот корпус. И я надеюсь, что его больше трогать не будет. Его очень сильно занерфили. Поэтому я думаю, что все на нем, больше никто играть не будет. Он очень слабый. Ну, а вы пишите, что вы думаете по поводу Ореса. Если вам понравился данный видос, то обязательно поддерживайте его лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Иванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.